Большинство из адекватных пользователей системы Fujifilm знают, что родные объективы не очень-то предназначены для съемки видео, особенно с ручным фокусом. Это связано с фокусом by wire по проводам, ну короче, все такое прочее. Поэтому большинство выбирает для себя связку Sigma 18-35-1.8 и переходник Fringer. Но эта связка достаточно дорогая. А так как мне хотелось научиться снимать с ручным фокусом, видео снимать с ручным фокусом именно на Fujifilm, потому что камера способствует как бы этому, да, будем так говорить. Я подыскивал для себя, ну какую-то такую более-менее бюджетную связку. И в конечном итоге пришел к тому, что взял вот этот Speedbooster Viltrox EFFX2, про который я уже рассказывал на канале. Ссылочка вот здесь, подсказочка вот здесь будет. И достаточно дешевую 35-ку от Samyang, это 35 мм F1.4 версии UMC. Листая недавно группу фотосообщества в ВК, я наткнулся на одну запись, там что-то обсуждали видео про А7-4, про Nikon Z9. И вот там ребята очень умную фразу сказали, что сейчас YouTube заполонили обзоры техники, где авторы берут то или иной девайс на 2-3 дня, делают там, ну что-то какое-то непонятное там снимают, такое средненького качества, зачитывают спецификации и типа обзор готов. И комментаторы сетовали на то, что нет честных обзоров, где люди рассказывают о каких-то особенностях, о каких-то там нюансах, с которыми пользователи сталкиваются. Я с ними, с этими людьми полностью согласен. И вот сегодняшний обзор, он не будет обычным, не будет стандартным. Я не буду здесь много рассказывать о качестве, резкости. Очень много примеров и очень много про качество вообще изображения я говорил именно в обзоре вот на вот этот Speedbooster, потому что они связаны, и в основном я работал именно с этой связкой. То есть Filtrox EFFX2 и вот этот Samyang. Я расскажу, как мне преподнесли изначально этот объектив. Сказали, что вот эта 35-ка, это вообще пушка бомба, короче. Я говорю, ну у меня 35-ка Sigma 1.4, как он вообще сравнен с ней? Говорит, вообще не сравнивай, короче. Вот цитирую, у Sigma рисунок клинический вообще абсолютно. Здесь прям кино, вино, домино, короче, вообще гонка. Ну вот что по объективу. На 1.4 он софтящий такой, но опять же сказали, что есть рисунок. Ну, для меня он софтящий. Рабочий он начинается с 2.0. Ну, дабы нам Viltrox дает стоп света, это для нас все окей, все нормально. То есть на 2.0 он уже такой в меру резкий, плюс-минус по всему полю кадра. С 2.8 он уже очень резкий, ну а на 4 вы снимать на него не будете. То есть объектив бушный в среднем стоит 10 тысяч, новый стоит 30 с чем-то. Но этих денег он не стоит явно. Почему, я вам попозже расскажу. То есть вот за десятку, в принципе, как ознакомительный объектив в 35-ка, вот чтобы попробовать, то есть подойдет ли вам это фокусный для фото или для видео, за 10 тысяч можно брать. Но вы досмотрите до конца, я расскажу об особенностях, которые нужно обязательно учесть при его покупке. Ну вот, и тогда его можно будет рассмотреть. Что из важного, то есть есть 2 версии данного объектива, это VDSLR, то есть для видео и вот фото. Отличаются они в основном кольцами, то есть кольца фокуса идет с зубчиками и кольцо диафрагмы тоже идет с зубчиками. Но на второй версии VDSLR там кольцо диафрагмы оно бесступенчатое. Здесь тоже можно его сделать бесступенчатым, но лично для меня оно становится не очень удобным. Мне вот больше нравится именно вот такое кольцо с ступеньками, где вы поставили диафрагму, там 2,8, например, и работаете, уже ее не собьете. Чем мне еще понравился этот объектив? Это вот большое и удобное кольцо фокуса. Очень удобно именно наводиться на видео. Ход у него не очень большой, что достаточно удобно, чтобы быстро поймать фокус. То есть вот как, например, на Мир 1V, там чуть не бесконечно это кольцо крутить не очень удобно. Передняя резьба по цвета фильтр 7,7 мм. У меня сейчас все фильтры 7,7 мм, то есть очень удобно накручивать. Опять же, большая лепестковая бленда защищает от боковых и верхних засветок тоже очень хорошо. Когда ты берешь в первый раз этот объектив в руки, тебе кажется, блин, ну качество шикарное, вообще исполнение такое. То есть большой передний элемент и вроде так, ну, из пластика все сделано. Да, байонет здесь Canon, то есть чтобы объектив сел на спидбустер, это понятно. И кажется так, да, качество, конструктив, блин, за эти деньги. И вот здесь кроется самая первая, самая важная деталь. Про него очень много информации в интернете. То есть самые разные, там, в основном хвалебные отзывы там все говорят, что это лучший объектив для бюджетной видеосъемки, вообще топовый, там, сумасшедший. Это пишут либо какие-то продажные блогеры, либо те, опять же, кому на двое-трое суток этот объектив приехал на тест, а не потестили и отправили его. Если вы человек, который пользовался вообще самьянгами, ну, вы такого не напишите. Потому что, да, опять же, можно сетовать здесь на то, что это ты такой экземпляр взял. Но, блин, в сети дополна отзывов просто, где люди пишут, что у них при очень аккуратной эксплуатации со временем что-то начинает внутри, ну, здесь практически не болтыхает. А вот я сейчас ставлю пример, как было изначально. То есть когда этот объектив только приобрел. И, опять же, к тому человеку, кто мне посоветовал этот объектив, я спросил его, говорю, типа, это нормально? Он говорит, да, это нормально, там люфт образуется небольшой, это ничего страшного. Ничего страшного, только как было изначально. Я, короче, наводился на объект, то есть фокусом на 1.4. Потом камеру с объективом вот так вот вверх, раз обратно, а у меня фокуса уже нет. Раз вниз, раз обратно на цель, раз у меня уже в фокусе. И потом только я нашел форум, где написано, короче, что внутри изнашиваются такие, как трубочки, как прокладки, как они там в пазах стоят. Я так точно информации не нашел, как они называются. Но где-то я слышал, что они называются колары. И вот они разбиваются, то есть они разбиваются просто от эксплуатации. Потому что внутри конструктив такой, как будто у корейцев просто остались какие-то там, ну, какой-то пластик от изготовления, там, игрушек, не знаю, для детей маленьких. Они вот этот пластик напихали сюда. То есть огромные линзы, вот эти тяжелые, держат прям, ну, какие-то пластиковые детали. И вот эти, ну, все такое, все никчемное. То есть если вы смотрели мой ролик про Самьянг 14 мм 2.8, где я сетовал на плохую юстировку, то здесь плюс-минус то же самое, только еще добавляется фиговый конструктив. И, само собой, почитав форумы, посмотрев ролики на ютубе Самьянги, кстати, это вторые объективы в поиске на ютуб, которые вылезают после гелиусов в плане, там, доработать самому, там, допилить самому объектив. То есть я этот объектив называю купил, допилил и пошел снимать. Кстати, вот американцы, например, которые снимают документальные фильмы, я там один канал находил на ютубе, они используют Самьянги. Как они их используют? То есть у них есть чемодан с этими объективами, они поехали куда-то там на полгода или больше, отсняли документальный фильм, потом этот чемодан, короче, в сервис привезли, им эти объективы почистили, вот эти колары поменяли, там, все поменяли, что нужно, они дальше поехали, короче, снимать. Так что вот в таком ключе этот объектив может быть еще пригоден для какой-то полевой съемки, но если вы думаете, что вот вы сейчас купили, типа, здесь конструктив, вообще забудьте нафиг. То есть этот объектив такой вот прям бюджетный, бюджетный, ознакомительный, попробовать, что такое 35 мм с диафрагмой 1.4, там, на полном кадре или на кропе через спидбустер или что-то еще. Опять же, я хотел этот объектив попробовать, потестировать на Sony, сравнить с Sigma, но в конечном итоге я просто зажал денег на переходник с Китая и забил на это все. То есть вот, что я о нем думаю по работе через спидбустер, я для этих задач его покупал, в принципе, на этом как бы и остановимся. И вот смотрите, какая ситуация, то есть, естественно, блин, я понимал, что с моим объективом, ну, что-то не так, внутри, скорее всего, эти колары раздолбались. Насмотрелся видосов, в один прекрасный момент я все-таки в него залез, то есть я полностью его вскрыл, открыл, увидел эти раздолбанные колары, подзатянул их. Опять же, есть целая группа в ВК, не группы, но там, короче, под одной из записей, там, ребята тоже общаются, и кто, как, короче, эти колары закрепляет. Кто их там на эпоксидную смолу, кто на термоклей, кто эти колары где-то из чего-то добывает, там, выстругивает, вырезает, опять ставит. Ну, короче, вот это объектив такой для любителей залезть и поковыряться, так что имейте в виду. И в конечном итоге я так, ну, подтянул их, и вот этот люфт, он практически пропал. То есть теперь я могу нормально работать, а до этого я не понимал, блин, ну, я вроде фокусируюсь, какие-то движения раз-раз, у меня фокуса уже нет, думаю, ну, что за фигня-то. Ну, вот, после того, как я в него залез, подзатянул все, в принципе, работа с ним стала возможна. Какая проблема еще бывает с этим объективом? Вылетает, там какая-то штука, короче, в кольце диафрагмы, то есть она продолжает щелкать, эта диафрагма, но в этот момент у вас не двигается, внутри лепестки не двигаются, то есть они стоят на месте. И вот там какая-то штука такая, она просто слетает с пазов. Не с пазов, короче, а с этого, с крепления, с посадочного места, будем так говорить. И опять же, по этому поводу много роликов на ютубе. Неправильная юстировка от МДФ до бесконечности, все это есть. Вопрос был от подписчика, типа, а нафига тебе вот эти три браслета? Ну, типа, для эстетики, для красоты? Нет, не для эстетики. То есть вот сейчас можно заметить, как достаточно туго и приятно движется кольцо фокусировки. А если я вот этот браслетик сейчас отодвину отсюда, то вот как кольцо фокусировки движется изначально. И когда вы хотите точно сфокусироваться на чем-то, то, ну, вот так вот, чтобы прям с натягом, как на гелиосе, да, когда он такой, ну, еще не засахаренный, у вас не получится это сделать. И для себя я нашел как раз вот такой лайфхак. То есть я просто вот эти кольца, вот эти браслеты, я сверху надел на, надел, надел без разницы, на вот эту резинку, короче, и просто пододвинул сюда ближе к переднему вот этому, передней части этого объектива, чтобы тупо сделать больше трения. И все. И вот теперь он движется нормально, плавно. Кто-то вот обязательно сейчас в комментариях пишет, типа, нафига ты это рассказываешь? Это вообще дно, а не объектив. Никто, здравым имея его, не будет покупать. Покупают. Покупают и много покупают. То есть если вы зайдете на Авито и посмотрите, эти объективы появляются и исчезают. Появляются и исчезают. Они постоянно ходят от одного человека к другому. Вы думаете, сейчас никто не снимает на Panasonic, да, Gash 5, Gash 4 там со спикбустерами. Снимают. И снимают с кэнонской оптикой. На Black Magic снимают. Опять же с кэнонской оптикой, с вот этими самьянгами. Поэтому люди их покупают. Для бюджетной какой-то видеосъемки с мануальным фокусом эти объективы вполне себе подходят. И как раз вот этот ролик я делаю. Опять же повторюсь, обмусолен этот объектив просто сверху донизу. То есть про его оптические характеристики там и на сайте DXOMark можно почитать. И примеров вагон в интернете я уже сказал. От двушки он рабочий абсолютно. До двушки, то есть с 1.4, ну на близких дистанциях можно, можно для видео, для фото, ну так себе как бы. Но для видео можно использовать. Там с 2.8 уже все, отлично, безупречно. Контурный свет держит отлично. То есть объектив в принципе за свои деньги нормальный. У него все проблемы именно в конструктиве. То есть я уже сказал, колоры изнашиваются достаточно быстро. как бы вы не пользовались, потому что ребята в отзывах говорят, что блин, я очень аккуратно пользовался и все равно у меня вот этот люфт появился, который я вам говорил, да, трясется какая-то фигня внутри. Это как раз огромные вот эти тяжелые оптические элементы перестают держать вот эти вот колоры там, всякая вот эта фигня. И вот, и кольцо диафрагмы. То есть это его основные проблемы. Теперь немного расскажу вот именно об удобстве работы. Мне, честно говоря, для видео очень удобно. Хоть и камера такая не очень удобная, даже в клетке хват не очень удобный, но за счет того, что объектив достаточно большой, фото как бы, ну, я бы не стал брать такой объектив, потому что он соизмерим уже с зумом полнокадровым 24-70-2,8. А вот в видео, если добавить еще, например, ремни, то получается отличная стабилизация. Три точки опоры, раз, и мы спокойно снимаем. То есть мне понравилось именно с ручным фокусом видео работать. Ну, плюс у меня обычно тут еще Atomos Ninja V стоит. Там визироваться удобно, диафрагма здесь, то есть все вот очень удобно. Плюс вот этот лайфхак с вот этими браслетами для того, чтобы потуже было кольцо фокусировки. Достаточно маленький ход, но средний ход кольца фокусировки. Можно вот таким движением от МДФ до бесконечности долететь и всегда держать объект в фокусе. Так вот, к чему я опять эту демагогию тут развел. Про сам Янг и про вот это все там, кто чем пользуется и так далее. Мне, честно, в комментариях уже надоели, типа, да купи ты себе нормальный там объектив за сотню тысяч рублей. Ну, не у всех есть сотни тысяч рублей. Даже вот я сейчас просто осознавая все за и против, все, ну, сегодняшние реалии, да, что вот сколько реально заработать на фото-видеосъемки сейчас. Ну, не погружаясь в это целиком, то есть не уходя с основной работы. Да я больше фиг потрачу 100 тысяч рублей на объектив. То есть вот реально это там Рон 2875 2.8, например, на Sony, да, 50 тысяч рублей, целесообразные вложения. А на Fudge, что купить из родных, я даже вот не знаю. Наверное, я хотел китовый продавать, но я, наверное, его так и оставлю, потому что если что-то буду снимать, то буду снимать на него. Все остальное просто не имеет смысла. И вот этот объектив, то есть он останется именно для художественных каких-то целей, для художественных задач. Мне понравилось работать именно с ним в мануале. То есть мы получаем где-то с учетом всех кропов на спидбустере, мы получаем 37-40 мм в обычном режиме, 25 кадров, и около полтинника, там же 1.18 кроп в 4К 50 кадров на Fudge, то есть мы получаем где-то около полтинника в 50 кадрах. Вполне себе удобоваримый и фокусный. Плюс 35-ка мне очень понравилась. Ну, вообще вот этот угол мне понравился для видео. Я с ним могу снять практически весь сюжет, который мне нужен. Опять же, мы же этим занимаемся для себя, а не для кого-то. Мы выбираем объективы, которые нам нравятся, нам подходят. По цене, по возможностям, по отдаче и по ремонтопригодности, что немаловажно, попробуйте в Sigma Art залезть, что-то там сделать своими руками, я на вас посмотрю. Опять же, по ремонтопригодности этот объектив меня устраивает. Да, у него проблемы изначально были. Мне было интересно с этим разобраться. Я в очередной раз для себя понял, что объективы Samyang – это очень вторичный производитель. То есть это прям не очень. То есть вот там Ром меня расстроил. Я в обзоре про 17-28 говорил. И Samyang меня как бы окончательно расстроил. Да, оптически он так, ну на четверочку. То есть за свои деньги он нормальный оптически. А вот конструктив, ну не очень. То есть ни в какой ни в мороз, ни в какой ни в дождь, ни в какие ни в поля вот с этим объективом я бы не пошел. То есть когда я его открыл, все вот эти кольца снял, там было очень много грязи. То есть она через все вот эти щели лезет. Кроме того, что там колары изнашиваются, вот эта грязь еще, она лезет, попадает в линзоблок. Да, там достаточно просто его почистить. Но опять же, нужны условия для чистки, нужны инструменты для того, чтобы передний стопор снять, чтобы переднюю линзу вытащить. Ну и инструмент, опять же, чтобы эту линзу вытащить. Так что я обещал, в принципе, про этот объектив рассказать. Я про него рассказал. Покупать можно, но только осторожно, как говорится. То есть надо знать все вот эти нюансы и досконально его проверять. Да, мне вот и продавец говорил, и человек, который мне его советовал, тоже говорил, что этот люфт незначительный. Но на примере я вам показал, что этот люфт значительный и люфт достаточно бесячий. Вы не будете снимать этим объективом на f4 и на f5, где этого люфта, ну и именно этой погрешности в грипп, ее практически не будет заметно. Вы будете им снимать на двойке, на 2,8 максимум. Если по итогу вам было интересно посмотреть не только на приятные картинки и лестные отзывы про этот объектив, но и узнать о его особенностях, недостатках и косяках, которые вылезают в процессе эксплуатации, то обязательно поставьте лайк этому видео, напишите ваше мнение в комментарии. Не забудьте подписаться на канал, мне будет очень приятно. Давайте уже добьем, наконец, до 1000 подписчиков. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok